Привет, дорогие друзья! Пару дней назад наркомана торкнуло. 14 числа, если быть точнее. Кто смотрел мой ночной стрим, тот вместе со мной ожидал вторжения. Вторжения не произошло. А наркоман решил день вторжения, которым написали, что это будет день вторжения, превратить в день едности. Едности. У нас уже есть день там злуки, день там соборности, день еще чего-то, т.д. А вот тут вот еще один день, ну а как без праздника, который решил учредить наркоман. Ну знаете, как оно бывает? Что-то торкнуло и вот такое вот, говорит, давайте сделаем сегодня день там, день скумбрии по 8 гривен, да? Великие народы, великой Украины, звертаюсь до вас в цей важливый, напруженный момент. Напружився весь такой и выдал день едности. И вот это вот человек с дутловатым лицом рассказал, что нам надо делать в этот день едности, всем украинцам. Мы сделаем его днем еднания. Водоповедный указ я уже подписал. Едности, еднания, извините, ошибся. Наверное, за это еще не преследуют, как за непатриотическое высказывание. Ты назвал день едности, вернее, день еднания днем едности. Смотрите, в принципе, после этого его могли все послать. То есть сказать, да пошел ты, ты что, совсем, что ли, блин, больной. Тебе что в голову пришло, ты рассказал, и что все побежали выполнять, но сейчас вы кое-что увидите. Ну, то есть, просто прикалывается. Как, знаете, как с животными. Это же такие манипулятивные технологии. Вы все должны себя пометить, и, конечно же, всему миру надо показать. Весь мир ждет просто с замиранием сердца, посмотреть, какие вы единые. При этом, с утра, мы смотрим на олигархическом канале Рената Ахметова, олигарха Украины, с которым очень сильно борется Зеленский, и у которых недавно была войнушка, сейчас же уже помирились. Мы видим марафон еднания ЮАРАЗа. Марафон еднания. Президент Украины рассказывает важные вещи. Я жду, когда журналисты на этом канале опять начнут зализывать. Я не очень слежу просто, но уверен, что там уже началось, да? Как говорится, сам придумал, сам посмеялся. И дальше он говорит, смотрите, марафон еднания только на наших каналах. Так, а олигархический канал, олигарха Ахметова, стал уже вашим каналом. Подписывайтесь на стильки на наших телеканалах. Ай, как хорошо, совет да любой, что будет теперь Роттердам 2.2 плюс какие-нибудь, да? В Верховной Раде сразу же это начинает подхватывать, и вот уже флажками залеплены все окна. Вам может показаться, ну люди-то на бытовом уровне, они же могут сопротивляться. Ну это же реально, ну 21 век, они же себе европейцами называют. Называют, да, 100%. А вот это вот, Днепр, как я понимаю, госадминистрация, видите, там уже стоят какие-то девочки, мальчики, конечно, в национальных одеждах, вот так наши казаки одевались, там уже какой-то идет митинг. Но теперь давайте посмотрим на крепостных. То есть есть же крепостные, там сотрудники Укрзалезницы, да, к примеру, сотрудники там, ну бюджетники, да. Это крепостные, их можно выстроить и заставить, ну просто быть дебилами. Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Я прям вижу вот достоинства в этих лицах, людей, которых выстроили как скот. А вот смотрите, центр избирком, там тоже выступает уже какой-то народный артист. Игорь Негода Сегодня, друзья, заслуженный артист Украины, Петров Андреяйц. Вы знаете, в Украине постоянно власть вспоминает совок. Говорят, совок. Они любят вспоминать все хорошее, что было в Советском Союзе, не любят вспоминать мощь Советского Союза, и так далее. Они говорят, совок, фу, совок. Вот такого в Совке я не припомню. Игорь Негода Игорь Негода Видно! В поездах Интерсити пускают гимн. Я не знаю, пускают ли его в раздолбанных абсолютно поездах Укрзалезницы, воняющих мочой и калом, но вот в школе идет программа. Послушайте, с каким пафосом говорит учитель. Это у меня сразу первое сентября вспоминается, в 85-го где-то. Игорь Негода Игорь Негода постоит. Игра Негода с удовольствием, И это наш чип, нас Бог оберегает. И голубь мы вернули на Днепраль, и наше небо вернули в Китае. И узнаем, мы воля в этих сердцах. Хай знают вскрыть, мы нация дитина. И мы давно обрали все свежья. Это вина, независимая от Евгения. Бо наша еднисть, це мета творця. Наше единство, это задумка творца. Творца какого? Вон того наркета? Что вы сделали с этой страной? Как можно было людей превратить тупо в животных, покорных, которым достаточно что-то выдумать, потом выгнать на улицу, они будут стоять, махать флажками. Вот это Европа по-вашему? Это хуже. Какими были детские и юношеские годы Булгакова? Как события гражданской войны и революции в Киеве повлияли на становление личности писателя? Насколько пророческими оказались слова мастера из его гениальных произведений? И как они переплетаются с сегодняшним моментом? Переходите на наш канал и смотрите новую лекцию прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин